здравствуйте друзья вы снова на канале как рисовать и мы сегодня рисуем пятку но мы решили порисовать пятку если рисование носка в общем часто встречающиеся задачи то вот рисование пятки зачастую сталкивается с тем что у вас нет насмотренности и нет опыта это сделать давайте разберем как она устроена и может быть это позволит нам по-другому воспринять эту сложную конструкцию ну или легкую данном случае конструкцию и так что такое пятка если мы рассматриваем ее с точки зрения трехчатного поворота то мы увидим что пяточная кость в упрощенной своей структуре является цилиндром который направлен на нас вот таким образом на этот цилиндр сверху спускается вот такая форма двух косточек которые зажимают этот цилиндр направленных них и из этого объема у нас исходит следующий цилиндр который превращается уже пальцы которые будут стоять здесь в результате такой направленности этого объема вот который находится здесь мы видим что верхняя часть этого цилиндра предназначена для того чтобы спустившись сверху ахиллесово сухожилия удерживала его за этот край торца и соответственно совершала движение в ту сторону или мышцы которые приходят сверху тащили пальцы вверх и те объемы пальчиков которые стоят здесь работали в этом направлении в результате такого действия мы получаем следующую механику то есть мы получили пятку которая направлена вот так вверх которая пришла к объему голени вот этой части который держит и к объему который спускается вниз плюс к этому еще узкий геометрический объем который за эту пятку тянет в результате такого действия когда вроде бы все понятно появляется новое водное появляется жировой комок который находится под этой пяткой и пластиной эллипса видны если хотите или если хотите пластиной куб кубической подкладывается под этот край пяточной кости вот сюда и образует еще один дополнительный объем который будет находиться внутри этой структуры поэтому когда вы заходите сзади и начинаете рассматривать пятку исключительно фронтально рассматривает ось то вы увидите что вилообразное сочленение большеберцовой кости и малоберцовой кости находится на разной высоте то есть всегда внутренняя лодыжка выше наружнее всегда ниже поэтому пяточная кость которая находится здесь находясь поясевой части создает свой торец вот этот вот здесь по отношению к этой оси вот в этой части измененные по оси вот так вовнутрь и силуэт спускающейся ноги переходит в пяточную кость через эту эту часть вот в таком направлении вот сюда идущим теперь сюда мы добавляем жировой комочек который лежит лежит снизу и из этого объема из этих лодыжек которые находятся здесь есть мы выходим на хелесово сухожилие которое заслуживает большего внимания чем лодыжки потому что лодыжки далеко ахиллес ближе он превращается здесь и здесь первичную структуру объема формирует свой объем вот в этой части здесь и здесь вот так и выходит вперед по отношению к этим двум структурам в результате получилось что при сечении этого объема мы получаем раз два три четыре то есть вот такое сечение и здесь мы видим такой же объем полукруга выходящего сюда отсюда небольшая часть мизинца и отсюда небольшая часть большого пальца который будет стоять там там сейчас нас не интересует мы не должны рисовать его очень активно мы можем обозначить эти линии но тут же забыть о них то есть отпустить их туда далеко чтобы все получилось поэтому когда вы рисуете стопу вы рисуете еще раз лодыжку рисуете сразу хелесово сухожилие рисуете тут же выход на пяточку как на некую сферу рисуете следующий объем жирового комочка спускаетесь вниз на эту лодыжку и вот вы получили правильное строение пятки по отношению к этой оси все было бы так легко и просто если бы не дефекты пяточной кости который у нас находится внизу и очень часто бывает так что люди обладают плоскостопой стопой в результате такого плоскостопия пяточная кость относительно этой части относительно этого объема сваливается в наружную сторону то есть пяточная кость ложится под углом проваливаясь во внутрь сторону большого пальца в результате такого проваливания в сторону большого пальца пяточная кость смещает жировой комочек еще больше наружу и вы получаете объем пятки выходящий со смещением в сторону вот это смещение от оси в сторону вываливание наружную часть проваливает подъем стопы и вся стопа как бы заваливается в сторону то есть никакой уже прямому по никаком прямом построении уже речи идти не может вот как только мы с этим разобрались с этой частью то мы замечаем следующее на время сейчас мы вернемся к профилю чтобы было понятно и так что мы увидим мы увидим с вами в районе пятки 1 шишечку потом 2 шишечку и выход сюда в сторону вот эти две шишечки одна будет и 2 шичка это объемы ахиллесово сухожилия здесь и здесь они могут быть тоже разновеликими в зависимости от того насколько вы носили тесную и неудобную обувь которая натерла вам мозоль мозоль который натирается в районе пятки вот здесь проходит достаточно быстро и жировая ткань позволяет быстро восстановиться этому объему но вот здесь жирового объема нет и поэтому ахиллес который прирастает вот в этой точке вот здесь этой части дает достаточно мощную долгую травму вот в этой части и поэтому на пятках у женщин которые носят неудобную обувь или у мужчин которые носят неудобную обувь почему я говорю у женщин просто мужчины реже ходят с голыми пятками вот в общественном транспорте хотя все может измениться или уже изменилось вот так вот вот здесь возникает красное пятнышко и это красное пятно находится отдельно от самой пяточки сильно подвышена к этому пространству здесь и здесь и она тоже вносит свою архитектуру при рисовании этого объема так в принципе устроены действия рисования пятки о которой мы сейчас говорим темы не очень сложная и в принципе вы с легкостью на репетируете это действие только если вы не входите в состояние когда вы видите пятку оторванную от поверхности земли в результате когда пятка оторвана от поверхности земли вы получаете новую водную это водная такова смотрите пятка которая приподнялась получила плоскость которая стояла внутри и была прижата к поверхности как только она поднялась мы получили вот такой сплюснутый объем жирового комочка который передает такую же энергию подъема ахиллесового сухожилия который здесь но не забывайте что пяточные кости внутри лежит вот под таким углом и направлена вот туда в результате весь этот объем будет стремиться повторить эту часть пока не упрется в лодыжку и не спустится вниз передавая нагрузку снова на территорию плюс невых косточек которые уже всегда будут операция в результате такой водный вы получили только что изменение эллипса рисования только что мы все эллипсы рисовали вот в эту сторону но как только мы подняли пятку воду такого состояния все эллипсы рисуются в обратную сторону при сохранении эллипса голени сечения который идет в эту сторону и здесь вам теперь приходится рисовать его совсем другую сторону это мельчайшее движение пятки которая повернулась вот так в эту сторону изменила систему то есть смотрите здесь вам позволено было рисовать вот так здесь было бы логично все время рисовать вот так но как только вы поднимаетесь на носочек и сгибаете ногу вот так то все эллипсы которые только что были такими на пятке теперь становятся вот такими при сохранении движения здесь вся форма стала вот такой это связано с тем что когда этот цилиндр и так уже активно направлены на нас чуть-чуть изменяет свое положение он тут же дает нам другую систему взаимодействия то есть это связано с тем что ахиллесово сухожилие когда напряглось подтянула эту пяточную кость цилиндрик развернулся вот так в эту сторону по отношению к этой к этой части и теперь мы видим вот такую направленность этого хода тут сразу появляется другая система напряжений складок и как только это становится основой для мышления вы можете увидеть что по сути своей это конечно же шарик который приделан к этой поверхности и этот шарик не нарушает течение формы но удивительное дело у него всегда есть ограничение так вот это ограничение связано с анатомической особенностью таранной кости который находится вот в этой части и надо помнить что пяточная кость может подняться вот так в эту сторону всего лишь под углом 45 градусов поэтому если вы нарисуете прямую линию спуститесь вниз и отсюда нарисуете угол вот здесь 45 градусов это все что вам позволено делать относительно этого объема пятки она не будет меняться сам носочек будет меняться но пятка останется в этом положении но как только вы вырисовываете эту стопу стоящей вот в таком положении то развернуть вам пятку в обратную сторону когда носок приподнят можно всего лишь под углом 35 градусов сюда 45 а сюда 35 в результате такого действия пяточная кость здесь будет сохранять вот такое натяжение к рисованию этих структур под таким углом здесь и здесь 35 градусов а под таким углом изменившись уже сюда совсем меняет другое направление при рисовании и это один из законов построения пяточной кости которые надо помнить то есть ту сферу которую вы рисуете все время рисуете от положенного цилиндра внутри системы немножко запутано немножечко непонятно но я постарался как мог и поэтому влюбитесь пяточки вы увидите насколько они меняются с возрастом а мы это тоже еще не говорили потому что там трещинки всякие появляются симпатичные появляются плоскости появляются натоптыши там еще это очень интересно вот так что изучайте пятку любите пятку и да пребудет с вами сила рисования до встречи друзья пока пока субтитры сделал DimaTorzok